Благовестие Израилю и всему миру Шалом, возлюбленные! Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса!» Мы, Синтия, рады перейти ко второй части истинного мессианского Седер-Песох. Дорогая, несколько минут назад ты рассказывала мне о своих воспоминаниях, связанных с праздником Пасхи. Да, Седер-Песох для нас особое время, когда семья и друзья празднуют вместе, преломляют хлеб и общаются. Это радости песни. Это прекрасная небесная иллюстрация Божьей семьи задним столом. Они прославляют Бога за то, что Он сделал. Я также хочу дополнить, что на фоне всех иудейских праздников, праздник Пасхи идут в синагогу. Древние евреи ходили в храм. Но сейчас мы празднуем этот праздник дома. Это домашний праздник. Иисус праздновал Пасху со Своими учениками в небольшой комнате в тесном общении. И сегодня мы раскроем вам тайны, которые Иисус показал нам в Песох Седер. Я не успел рассказать вам о том, что во время вечера Иисус сказал, «Один из вас предаст Меня». Они недоумевали. «Кто Господи?» Он ответил, «Опустивший со Мною руку в блюдо». Иисус опустил мацу в горькие травы одновременно с Иудой. Иисус сказал, «Опустивший со Мною руку». Это был Иуда. Иисус сказал на это, «Он предаст Меня». Сегодня вы увидите, как Иисус чудесным образом открывает нам себя в истинном мессианском Седер-Песохе. Итак, это особая программа. Мы празднуем Воскресение Христа. Присоединяйтесь к нам, будет интересно. Одним из самых интригующих элементов пасхальной терапии является замотанная маца. Она состоит из трех отдельных компонентов. В каждом из которых слой мацы. Существуют специальные отделения, отделяющие слои мацы друг от друга. Хотя, лепешки мацы запечатаны, но мы знаем, что они там есть. Но мы достаем среднюю мацу. Она предстает перед нашими глазами. Ее преломляют, и половину возвращают в мешочек с мацой. Вторая половина завернута в белую ткань, и через мгновение она исчезнет из виду. Пожалуйста, посмотрите на нее. Сейчас, перед тем, как мы начнем вечерю, я ее спрячу. До конца нашей трапезы. В конце вечера я попрошу Бруклин попробовать найти ее. Если получится, тебя ждет особое угощение. За этой церемонией скрывается глубокая историческая тайна. Я объясню ее после нашей пасхальной вечери. В пасхальной трапезе огромное значение играют дети. Ведь именно они пронесут воспоминания о том, кто есть Бог и что Он совершил для Своего народа. Это приводит нас к очень важной чести Седора. Мы начинаем наше служение с песни «На еврейте». Чем этот вечер отличается от всех остальных? Во времена Иосифа по всему миру начался голод. Все сыны Израиля перебрались в Египет. Там Израиль превратился в могучий народ, но фараон боялся дома Израилева. Он сделал их рабами и заставлял их много трудиться, применяя жесткие меры. Всех младенцев было велено потопить в реке Нил, но Бог был верен завету Своему, и Он защитил младенца Моисея. Моисей стал лидером, и Бог послал его во дворы фараона, чтобы передать послание от Господа «Отпусти мой народ». Фараон отказался, и Моисей провозгласил суровые казни Господни на египетскую землю. Последней казнью стала смерть всех первенцев мужского пола. «Дабы защитить детей, Бог устроил так, что ангел-губитель прошел мимо их домов. Им было велено принести в жертву непорочного агнца и окропить косяки дверей его кровью. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши». Фараон поставил свою волю выше воли Божией, и таким образом обрек свой дом и свою землю на погибель. Как часто мы, подобно фараону, выбираем свои желания, а не Божие направления, и тем самым наносим вред не только себе, но и близким. Мы проявляем непослушание, так же, как и фараон. И поскольку мы почитаем все народы творением Бога, мы не радуемся тому, что египтян настигла погибель. Мы бы хотели их покаяния, но, к сожалению, этого не произошло. Ради нас их постигли страдания и смерть. Мы оплакиваем их утрату и выражаем свою скорбь по поводу их погибели. Я прошу всех поднять чашу вместе со мной. Смысл этой чаши литургии в том, что в нас тоже живет грех, так же, как и в египтянах. Несмотря на то, что мы очень благодарны Богу, что Он нас избрал и освободил, мы не радуемся тому, что другой народ был осужден за свой грех, потому что в нас тоже есть грех, как и в людях всего мира. И мы хотели бы видеть спасение всех людей, чтобы все познали царя Иисуса. Итак, в этой части Седера мы окунем свой палец в чашу с вином десять раз. Это символ десяти казней. Это называется чаша суда и также чаша спасения. Она символизирует суды Божии, которые Он излил на египтян. Но также это и чаша спасения, потому что через эти суды Израиль был, наконец, освобожден. Мы опускаем палец в чашу и стряхиваем вино в тарелку. В бокале теперь меньше вина, меньше нашей радости, ведь кому-то пришлось пострадать. Египту пришлось пострадать, чтобы мы получили свободу. Мы не радуемся тому, что им выпала чаша страданий. Скорби других людей только уменьшают нашу радость. Мы не желаем боли никому. Мы хотим, чтобы все были благословлены. Теперь мы перечисляем казни египетские. Это также страдания, ожидающие Вселенную во время скорби. Первая казнь Египта состояла в том, что вода в реке превратилась в кровь. На иврите — дам. Вторая казнь — жабы — цфарди. Третья казнь — нашествие насекомых на землю египетскую — это киним. Четвертая казнь — это дикие звери, или оров. Пятая казнь — это мор животных, девер. Шестая казнь — это казнь язвами на теле, шехин. Седьмая казнь — это град. Огромный шторм с градом начался в Египте. Далее восьмая казнь — нашествие саранчи на Египет. Потом девятая казнь — казнь тьмы, ха-шех, тьма покрыла всю землю. Ну и, наконец, десятая казнь — это так называемый макат-бехарот, умерщвление первенцев. Мы видим суды Божие в определенном месте из-за грехов тех людей. Но такие суды придут на всю землю, прежде чем Иисус вернется на эту землю. То, что было, — это то, что мы увидим. На самом деле, Песах — это Евангелие в его простейшей форме. То, что мы видим в празднике Пасхи, является прообразом того, что будет полностью исполнено Иисусом через окончательные суды последнего века. Он освободит свой народ от греха и страданий. Мы поднимаем чаши воспоминания о Божьих судах. Мы вспоминаем его спасение и теперь скажем вместе на еврейце. И мы пьем вино или сок из второй чаши. А сейчас, друзья, наступает момент сделать перерыв в нашей литургии и отведать пасхальную вечерю. Я попрошу Брайана повести нас в благодарственной молитве. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за возможность принимать участие в этой Великой Пасхе, Великом Праздновании, которое было и будет. Во имя Иисуса Христа мы вместе молимся. Аминь. В городе Нарок проживает 50 тысяч человек. Коренные жители этого региона — племя Масаи. Это одно из древних племен на земле, которое живет в гармонии с природой. Они общаются с животными, укращают любовь и защищают Божие творения. А мы приехали, чтобы принести людям племени Масаи, весть об Иисусе. Это мирные, добрые люди, но живут они в старых племенных традициях, от которых им нужно отделиться, чтобы принять Евангелие и самого Господа Иисуса, свой дух. Во время нашего Крусейда многие люди отреагировали на Евангелие и приняли Иисуса как своего спасителя. Они приняли решение отвернуться от старой жизни и следовать за Иисусом. Библия говорит теперь все новое. Я хочу спросить вас, если вы хотите открыть свою жизнь для Господа Иисуса, если вы хотите впустить Его в вашу жизнь, тогда поднимите свои руки. Прямо сейчас, не бойтесь. Пришло время, когда Бог принес свой свет в этот город. Для этого народа они чтили традиции предков, но сегодня я верю. Спасение для народа Масаи приходит навсегда. Это стало возможным через проповедь Евангелия Господа Иисуса Христа. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение узнавая еврейского Иисуса сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И как мы обещали, тебя ждет приз Это не просто конфета Я верю, что ее вкус надолго сохранится у тебя во рту Интересно, что евреи всего мира, когда празднуют Песах Делают все то же, что сегодня делали мы Тайна в том, откуда пришла эта традиция и каков ее смысл Мы, мессианские евреи, считаем, что обычай Афи Коммен был включен в церемонию Седера Ранними иудейскими последователями Иешуа Первые иудейские, верующие в Иешуа Были частью иудейской общины В наше время я, как мессианский еврей Не являюсь частью иудейского мира Поскольку я верю в Иисуса, я для них не истинный еврей Но в первом веке первые христиане из иудеев Все еще были частью иудейской общины Первая церковь в книге деяний состояла только из евреев Первые последователи Иисуса были евреями Иисус умер на кресте И над его головой была надпись «Иешуа из Назарета, царь иудейский» Итак, вот во что мы верим Древние, верующие в Иисуса, использовали мешочек Афекомен Для того, чтобы показать триединство Бога Единый Бог У нас один мешочек с мацой Но Бог существует в трех ипостасях Поэтому в мешочке три отделения Заметьте, это делают не только мессианские евреи Это делают все евреи, которые празднуют Песах В мешочек для мацы они кладут три лепешки мацы В начале вечера они забирают среднюю лепешку мацы Как это сделали мы, и преломляют ее Точно так же, как Иешуа, вторая личная строица Был забран из славы и явлен миру Точно так же происходит и со второй мацой Мы выносим ее на свет Божий Иешуа умер на кресте Он был ломим за нас Так же, как преломляют вторую лепешку мацы Затем кусок мацы я спрятал Он был завернут в льняную ткань и погребен Но в третий день, что произошло Он воскрес и был явлен этому миру В этой части седра Иешуа явил себя им и сказал Спасибо Иисусу Это тело мое, примите, едите его Вы знаете, что маца пронизана дырочками Символ пронзенного тела И так же на ней есть полоски Это символ ран Иисуса Он был избит плетью за наши грехи Пресный хлеб указывает на непорочности Иисуса Пасхальная маца — символ Иисуса Посмотрите, как Иоанн Креститель сказал Увидев Иисуса, а вот идет агнец Божий Иисус в точности все исполняет Во время последней вечери с учениками Прежде чем пойти на крест Он говорит сие творите в мое воспоминание Потому что все эти символы указывали на него Он сам сказал, что маца символизирует его самого И так он взял кусочек мацы Приломил ее и сказал Примите и едите Это тело мое, за вас ломимое Спасибо Иисус Благословен ты Господь, наш Бог, Царь Вселенной Дающий хлеб от земли Спасибо Господь Иисус И в этот момент вечери с Эдера Нужно выпить третью пасхальную чашу вина или сока Она называется чаша искупления Помните, я говорил вам немного ранее, что нам предстоит выпить четыре чаши с соком Эти четыре чаши выражают четыре действия Бога ради Его народа Ради нас с вами Мы берем это из шестой главы Исхода Шестой и седьмой стихи Давайте снова прочитаем это место Бог говорит Моисею Итак, скажи сынам Израилевым Я Господь и выведу вас Это была первая чаша, которую мы выпили во время сегодняшнего Седера Чаша освящения Бог забрал нас из мира к себе Из-под иго египтян И избавлю вас Это вторая чаша Чаша избавления И чаша суда Потому что Бог освободил своих детей Излив суды на египтян И вот мы подошли к третьей чаше И спасу вас Мышцу простертую И судами великими Мы верим, что в этот момент Седера Иешуа поднял третью чашу И произнес нечто вроде слов Благословен ты Господь наш Бог Царь Вселенной Дающий плод виноградной лозы Эти слова Он говорил, понимая, что отдает Свою жизнь За всех нас Он сказал Это кровь моя За многих проливаемая Ради прощения Ваших грехов Пейте ее Потому что сказываю вам Что не буду пить От виноградного плода До наступления царства Возлюбленная Всякий раз, когда мы празднуем Песах Мы делаем это в честь Царя Иисуса Осознавая, что Пасха указывает на Иисуса Он пасхальный агнец Берущий на себя грех мира Он вернется и предстанет Перед всеми, как правящий царь Посланный нам Отцом Мы восхваляем Его Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе за искупление, Отче И, наконец, подходя к концу нашего сегодняшнего путешествия Сколько у нас осталось чаш? Осталась всего одна чаша И называется она чашей хвалы В этот момент цедера Мы читаем вместе отрывки из псалмов Хвалите рабы Господни Хвалите имя Господне Славьте Господа, ибо Он благ Ибо вовек милость Его Наступило время Выпить четвертую чашу Чашу хвалы Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь Вселенной Дающий плод на лозе Все вы заметили, что за столом есть стул, на котором никто не сидит Для кого этот пустой стул? Для Ильи Возлюбленные По всему миру, где празднуют Песах, оставляют пустой стул для Ильи Но для чего? Дело в том, что празднуя Пасху, еврейский народ вспоминает не только о том, что Бог избавил их через Моисея, но также они все ожидают пришествия Мессии Но почему именно Илья? А вот что говорит Библия в книге Малахии Прежде чем придет Мессия, придет Илья и возвестит о приходе Мессии Еврейский народ оставляет место для Ильи Тем самым мы как бы говорим Мы ожидаем прихода Мессии Мы с нетерпением Ожидаем искупления Но мы знаем, что Мессия не придет до тех пор, пока Илья не возвестит о приходе нашего Мессии Они зовут Илью, чтобы он пришел и возвестил о приходе Мессии Он не за столом, но, возможно, он уже в пути Может, ты сбегаешь и посмотришь, а вдруг Мессия уже совсем близко Эту традицию соблюдают во всех еврейских домах по всему миру Маленькие дети выбегают на улицы, надеясь увидеться, а вдруг Илья уже подходит Все это делается символически, через это мы показываем, что наши сердца ожидают прихода Ильи Его нигде нет Мы с вами знаем, что Мессия уже пришел Евреи все еще ожидают прихода Мессии Но мы с вами знаем, что Он уже пришел И, кстати, когда Иешуа ходил по земле, религиозные лидеры приступили к Иисусу и сказали «Если ты Мессия, тогда где же Илья?» Потому что мы читали, что сначала придет Илья и возвестит о нем Что на это ответил Иешуа? Он уже пришел В Евангелии от Матфея, 11 главе, Иешуа ответил, что Иоанн Креститель и есть Илья Друзья, мы отведали вместе пасхальную вечерю Я верю, что Дух Святой касался вас через Его Слово Это так? О, да Через это мы воссоединялись с Ним и друг с другом Барухашем, благословенное имя Господне Мы заканчиваем седр, говоря, в следующем году в Иерушалаем То есть мы будем праздновать вместе на следующий год в Иерусалиме, в городе Великого Царя Мы знаем, что Иисус скоро вернется, и Он будет править из Иерусалима Нам сложно представить, как это будет, но я знаю, что у Бога есть особое призвание для Его народа Для еврейского народа У Него по-прежнему особое отношение с нами, с избранным городом Иерусалимом Мы знаем, что Иисус вернется, как лев из колена Иудина, как сын Давида Он заберет нас всех в свой небесный город, как евреев, так и язычников Мы попадем в святой город, небесный Иерусалим В этом городе мы увидим 12 ворот На этих воротах будут начертаны имена 12 колен Израиля, а также имена 12 еврейских апостолов Все, что я могу сказать, это передать вам слова Иисуса Спасение, оно от иудеев Надеюсь, вы помните эти драгоценные слова из Нового Завета Баруха Шем, люблю вас, да благословит вас Бог Хак Самеах Счастливой Пасхи Увидимся, incor rats Счастливой Пошли Гам place Счастливой Пасхи Абд dropdown Я очень рад, что вы посмотрели нашу программу о пасхальном седере, о порядке служения, который соблюдают евреи, когда празднуют Пасху. На еврейце мы называем ее Пейсах. Во Второзаконии 16 главе мы читаем, что евреи приносили Господу особое приношение в это время года. Если вы верите, что Дух Божий движется в этом служении, если вы верите, что через это служение люди получают помощь и освобождение, то я прошу вас принести Господу особое пасхальное пожертвование через эту программу. Благодаря вашей поддержке люди по всему миру спасаются, исцеляются и освобождаются. Это время освобождения. И, безусловно, ваш финансовый дар Господу будет использоваться, чтобы нести освобождение по всему миру. И вы получите огромную награду за каждую спасенную душу и за каждую измененную жизнь. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение. Интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего, явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на тебя светлым взором своим, и пусть снова дарует мир любимому чаду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Откровение сегодня для лучшего завтра. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению «Узнавая еврейского Иисуса» очень легко. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Передача «Узнавая еврейского Иисуса» служит Израилю и миру, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Продолжение следует...